Ну что, всем привет, добро пожаловать в новый влог. Эти кадры были сняты еще какое-то время тому назад. Это была поездка в горы с моими знакомыми. Моя Настя, моя очень хорошая подруга, арендовала для нас вот такой домик на 8 человек, где мы провели несколько дней. Несмотря на то, что я много раз была в этих окрестностях, в этом регионе, пожалуй, с таким видом я еще никогда не жила. Я просто обалдела от того, насколько же там красиво и как же нам повезло с погодой. В тот день, когда я приехала, мы прогулялись рядом с домом. Вот так это все выглядело. Я решила с поделиться, несмотря на то, что снято это все было пару недель тому назад. И такая золотая осень, настолько красиво. Ну, мне кажется, что камера даже не способна передать все то, что мы видели. Вечером мы пожарили гриль, вообще приготовили много вкусной еды, общались, наслаждались атмосферой, а на следующий день мы уже отправились, собственно говоря, в горы. Мы планировали собирать грибы, но нам не хватило времени, а это национальный парк, поэтому там даже поганки собирать нельзя. Но мы видели и мухоморы, и белые грибы, отведали горный сыр вот на вершине и ели это все с видом на Татры. Горы способны перезарядить и вообще как-то переключить тебя. Просто забываешь обо всем плохом, что происходит, и впитываешь в себя всю эту красоту. Потом мы пообедали и отправились обратно в Краков. Сегодня у нас четверг, это самый загруженный день в неделю. В нашей семье мальчики поздно возвращаются со всех своих занятий, поэтому я чуть раньше начинаю готовить ужин. И сегодня у нас будет лазанья. Не поверите, но до этого я никогда не готовила ее сама, так что это будет мой первый раз. Если я выложу это во влог, значит получилось очень вкусно. Что нам понадобится? Это будет лазанья типа болонеза. И я уже подготовила здесь вот такую прямоугольную форму. У нас в Лиле как раз была итальянская неделя, поэтому я купила листовые макароны. По-моему, у нас даже где-то продаются сырые. Они, наверное, будут более мягкими и будут быстрее готовиться. Надеюсь, что эти тоже хорошо пропитаются. Также пармезан у меня сразу измельченный. Я все пропорции напишу вам в инфобоксе. Там по рецепту в термомиксе было 800 грамм мяса, а у меня 700. Я взяла свинину с говядиной, но если у вас, например, там курица или индейка, то тоже будет хорошо. Я решила сделать так, как было там указано. Далее я сделаю микс овощей, немного морковки, сельдерея, лука. Также пассата. Это типа как перетертая томатная паста, но мне нравится именно итальянская. Она какая-то более томатная. Как бы смешно это сейчас не звучало. Она даже немного сладковатая. Для соуса бешамель, вот его я раньше готовила, нам необходимо молоко, масло, немного муки и мускатный орех. Если я о чем-то сейчас забуду, я укажу все вам в описании к видео. Соль, перец. И, собственно, это, наверное, все. У меня измельченный пармезан, поэтому я не буду уже над ним издеваться, но если он у вас кусковой, то нарезаем небольшими кусочками и измельчаем при помощи блендера. И чтобы было быстрее с овощами, мы с ними сделаем то же самое. Вот видите, у меня тут по чуть-чуть всего моркови, лука и сельдерея. Измельчаем до такого состояния и теперь будем тушить на сковородке, используя при этом немало оливкового масла. Тушим минут 5. У меня этот прибор, вы постоянно спрашиваете, это термомикс, по-моему, последняя модель, если после нее ничего не выходило. Я очень довольна и, конечно, это удобно, когда все в одном месте. Так что я тушу здесь, а если вы готовите со мной, то делаем это на сковородке или в кастрюльке. Туда же выкладываем наш фарш. Я забыла сказать, что если у вас нет блендера, то вы можете нарезать морковь, там все овощи при помощи ножа или же натереть на терке. Так, тушим под крышкой 8 минут на большом огне. На этом этапе, если вы не готовите для детей, вы добавляете 100 миллилитров сухого белого вина. Я готовлю для семьи, в том числе и для детей, поэтому у меня будет просто вода. И тушим еще 5 минут на таком же большом огне. Добавляем наш томатный соус. Чайную ложечку соли, так как у нас много фарша. Так, и черный перец. Тушим 20 минут. Фарш готов, как раз пришел Захар, мне нужно торопиться. Берем отдельную кастрюльку, я чуть сполоснула термомикс и продолжу готовить здесь соус. Наливаем 500 миллилитров молока, приличным маслом мягкого. Еще чуть-чуть надо добавить. Засыпаем муку, пол чайной ложечки соли и щепотку мускатного ореха или две. Я раньше варила этот соус без термомикса и тоже получилось. Главное его постоянно мешать, пока он не загустеет. Вот написано, что 7 минут, ну плюс-минус. Смотрите по консистенции, чтобы комочки не образовались. Соус готов и мы начинаем выкладывать слоями все наши ингредиенты. А тем временем я еще разогрела духовку до 180 градусов, подогрев сверху и снизу и смазала маслом свою форму. Написано, что на дно нужно выложить сначала соус. Как потом ее доставать? Я попробую все-таки выложить макарон. И если вы готовите со мной, то давайте будем пробовать в такой последовательности, как вы будете видеть в процессе. Как вы видите, форма у меня не идеально прямоугольная, поэтому мне пришлось немного импровизировать для того, чтобы все легло так плотненько и ничего не разъехалось. Я сначала выкладываю фарш и вы визуально разделите количество фарша на количество слоев, которое вы планируете делать, чтобы потом вам всего хватило. В следующий раз я буду делать такое количество фарша, как указано в рецепте, или даже больше, чтобы лазанья получилась более высокой. После мяса мы выкладываем пармезан, выливаем часть соуса и вот так немного распределяем, чтобы он точно везде был и наша лазанья не была сухой. Выкладываем очередной слой макаронов и повторяем то же самое. Для второго слоя у меня уже было меньше фарша, и я только потом поняла, что я не поровну распределила мясо. Но ничего страшного, это никак не ощущалось в моей лазанье в готовом виде. Еще раз посыпаю все пармезаном. В качестве последнего слоя мы выкладываем макароны и выливаем оставшийся соус. Следите за тем, чтобы вам его хватило. Иначе просто-напросто листы не пропитаются, они будут более жесткими и не образуется корочка без соуса. Посыпаем оставшимся пармезаном. Я уже разогрела духовку. Не помню, сколько градусов я выставляла, но вы же знаете, что в описании я напишу. Она огромная. Прежде чем поставим ее запекать, еще наверх выкладываем несколько кусочков масла. Вы видели, что я в самом конце посыпала пармезаном. И чтобы она не была сухой, еще вот маселка. Будем запекать 30-40 минут. Если будет подгорать, то накройте ее фольгой. Запекайте в таком виде. У меня что-то шалит духовка, у меня иногда такое случается. Та-дам! Лазанья готова. Мне кажется, получилось неплохо. Такая корочка еще сверху, но она не сухая. Немножко украсила все базиликом. У меня даже застроение лучше. Я не знаю, почему меня так обрадовало то, что она у меня вышла. А вышла ли? Сейчас, подождите, дайте проверю. Не, не сухая. Это то, что меня волновало больше всего. А еще я голодная такая. У нас было плановое отключение света. Какой-то ремонт сделали, предупреждали об этом за неделю. Но я, конечно же, об этом не знала. Вау! Даже не подгорело. Класс! Можно было бы взять форму поменьше. Тогда слоев вышло бы больше. Да, или делать больше фарша и соуса. Ну, сыра всего пропорционально. Юкс, у тебя целая тарелка корма. Не попрошай, не чай. Тебе такого нельзя. Ммм, супер. Вкуснее, чем в ресторане. Я в шоке. Хоть что-то способно меня так порадовать. Буду толстой, но счастливой. Ой, господи. Обязательно попробуйте. Вы будете так же радоваться, как я. Решила показать вам покупки белья. Тема, конечно, довольно деликатная. Я редко освещаю ее на своем канале. Но, возможно, вам пригодится эта информация. Не знаю, как вам. А мне настолько сложно подобрать бюстгальтер, что это настоящее мучение. Вот джинсы и бюстгальтер – это самый адовый ад. У меня размер 70С. Даже лучше сидит 65С. Но сейчас вот у нас закрылся один магазин в Польше, в котором я могла себе что-то выбрать. И 70 – это лучшее из того, что представлено. И вот в этом как раз есть то, что мне надо. Я люблю на каждый день что-то удобное, но я не хотела уже ходить в топиках, а искала что-то такое более женственное для себя. И мне очень нравятся вот эти их модели. Они кружевные, но с косточками. И они очень хорошо как бы обхватывают грудь и удерживают форму. Да, у меня небольшая грудь, но после двух детей и тоже нужна поддержка. Я как-то интересовалась по поводу пластики груди. И я, по-моему, вам рассказывала, если делать подтяжку, то у меня там вообще минус 2 останется. Так что вот такие бюстгальтеры мне подходят, и мне нравится, как в них выглядит грудь. Взяла себе еще точно такой же белый. Он, видите, такой не на широких лямочках. Они потом и сужаются. Но очень красиво выглядит. Уж простите, я не стану демонстрировать на себе. Они есть в разных расцветках. Взяла еще один вот такой белый. Просто с кружевами. Очень приятный. Мне нигде не давят. Для меня это тоже важно. И удобно на каждый день. При этом я чувствую себя все-таки более женственно в таком белье, нежели просто в топиках. У нас была классная акция, поэтому я купила себе еще несколько пар трусов. На каждый день мне нравятся бесшовные, потому что они удобные, они ничего не натирают. И также мне в них не жарко. И неважно, какую одежду я потом надеваю, какие брюки, они все равно как-то не выделяются. Еще классные есть у H&M. Но вот эти еще более качественные. Здесь сзади вот сеточка такая типа. В принципе, H&M меня устраивают. Я думаю, что если бы не было какого-то спецпредложения, я бы не стала их брать. Но так как мне повезло, я взяла в черном и бежевом цвете. Также оказалось, что у них классный выбор всевозможных боди. Я покупала себе какое-то вечернее под всевозможные жакеты, под смокинг, например. Я уже его стирала, надевала, еще раз стирала. С кружевом все в порядке. Оно спереди полностью кружевное. У меня чашечка D. Мерила и C. Но как-то вот D лучше сидит. Да, чашечку можно подогнать под себя. Там не просто размер S, M, L, XL. А вот как-то так. И здесь, видите, уже грудь не полностью на виду. А сзади, я, конечно, не готова это показывать на себе, поэтому вам придется представить. Открытая спинка, и вы вот здесь тоже можете подогнать себе немножко все по размеру. Доброе утро для нас. Тарахтит трактор, не поверите, мы снова в горах. Я снимаю этот влог, наверное, недели три. Каждые выходные мы в Татрах или в Пенинах. В этот раз мы приехали с одноклассниками Игната, с их родителями. Есть много семей со второго класса, несколько из третьего, но большинство из нашей школы. Это такая традиция приезжать где-то в районе Хэллоуина. Но мы не особо празднуем, просто какие-то развлекухи для детей, маскарад и так далее. Вот там видны Татры. Место не очень дорогое, но здесь много всего для детей. Я оставлю вам контакты. Где-то там сейчас дети в бассейне, а мы собираемся с мамами и забираем детей, идем в лес искать грибы. Все из дикого похмелья. Я вчера не пила, слава богу, поэтому я за рулем. Нашли более-менее трезвых водителей, помимо меня. Проверили по алкомату, приехали в лес. О, мой первый улов. Ходим, кстати, грибов вообще мало. Я не совсем планировала, что мы пойдем в лес. Поэтому мой наряд вообще ни разу не соответствует тому, как надо ходить в лес и в горы. Ну ничего. Ну и ура! Смотрите, мы долго ходили, искали. Два часа, но там лисички какие-то еще. И тут почти полкорзинки. Хоть не зря носила корзинку друзей, которые сдались и пошли вниз. Уже отдыхать. Несел он теперь пожарить на масле. Мне очень понравилось собирать грибы. Оказалось, что некоторые родители реально знающие грибники. Поэтому теперь будем ездить с ними. Правда, суховато сейчас. Недостаточно влаги. Но все равно что-то у нас есть. Вот эти огроменные. По-польски это рыдза. С таким типа оранжевым соком. Сейчас в кухне будем просить, чтобы нам это пожарили. Красивая здесь очень. Там внизу какая-то беседка. Это уже качель, на которой можно покататься. Отличный день. А теперь рисунки на стекле. Родители заказали еще аниматоров. Но не просто аниматоров. Здесь куча развлечений для детей. А именно по как кружу рисования на стекле. Захарчик будет рисовать окуп. Дарья, запоминала еще техника? Супер. Светня. То давай. Управим и пусть не и в своем покое уповещешь. Ясно, мама. Ну, так. Я не видела своих детей почти три дня. Они здесь так заняты, что вообще очень здорово. О-о! Что происходит? Все переоделись. Очень круто. Это либо будет наш ужин. Визелуха начинается. Ломовый пациент. На раз, на раз. О Боже. Там на шерин. Позьмите. Позьмите его. Паспорт? Паспорт. Ага, ага. Там есть наш wspólный буфет. Наша небольшая поездка уже подходит к концу и я так здорово отдохнула, даже можно сказать мы, потому что все родители сошлись во мнении, что мы обязательно это повторим, наверное, даже в другое время года и, возможно, это станет нашей классной традицией. Большую часть отеля занимают родители и дети из нашей школы, поэтому они знают друг друга, они плюс-минус одинакового возраста, дети, да, и они настолько были заняты собой, здесь так удобно, здесь безопасно и здесь много места именно для детей, разнообразие каких-то развлеку и зашкаливает. Я вот три дня не видела своих детей, честно, и плюс здесь питание включено, завтрак, обед и обеда-ужин в первый день, то есть, когда мы приехали, можно было сразу поужинать. И дети сами себя обслуживали, это такой возраст, когда они уже все могут сделать без родителей, ну практически все. Очень здорово, стандарт этого места, три звезды такие типичные, просто чисто, аккуратно, но самое главное, что никому не было скучно, рядом лес, можно подъехать даже к горе Бабе-Агура здесь и отправиться на долгую прогулку. И у них сейчас есть предложение на зиму, говорят, что будут специальные спуски для санок, возможно, даже получат разрешение на ледовиско, ну когда заливают водой место и лед образуется. Простите, вылетела из головы, как это? Ну в общем, я уверена, что зимой здесь тоже классно, и говорили родители другие, которые уже здесь не первый раз, что они приезжали весной, весной тоже здорово, и это вообще, это настоящий кайф. Грибы мы собирали, сбылась моя небольшая мечта, познакомились с другими родителями из других классов, и все такие разные, но мы просто нашли общий язык, и это тоже новое знакомство. Я в полнейшем восторге, я вам честно говорю. Я обещала вам показать территорию отеля, но нас много, и детей и взрослых, заговариваюсь, столько говорила в течение этих дней, что мне кажется, у меня заплетается язык. Нас очень много, и довольно шумно. Посмотрим, как там выйдет. Слава богу, я не пила в этой поездке, я хорошо выспалась, ну как не пила, мне налили со шприца немножко водки, я вообще не пью крепкие напитки, крайне редко это происходит, поэтому я так немного аж это самое меня передернуло, но из-за того, что я за рулем и с детьми, не могу себе позволить потусить, но и слава богу, потому что мне же, знаете, не во вред. Я еще больше влюбилась в горы и поняла, что можно изучать этот регион практически бесконечно и каждый раз открывать что-то новое для себя. Дети не хотят уезжать, придется их уговаривать. Мне сейчас нужно, так как я сказала, собрать все свои вещи, а потом быстро в Краков, забросить сумки и ехать за собакой, потому что я ее оставляла, ее нельзя было брать сюда с собой, в принципе, как бы в отель, наверное, и можно, но реально я боялась, что с детьми и с собакой я не справлюсь, и это обязанности, нужно было бы пораньше вставать. И, короче, приняла решение, что в этот раз мы поедем без Юкаси. Несколько дней, ничего страшного, она очень даже хорошо это перенесла, так что все остались довольны такими выходными. Если кому-то интересно, я могу оставить контакты вот этого места, где мы были. Может, кто-то захочет приехать, но это так, от себя делюсь, да, вы же понимаете, что это не реклама, и, в принципе, не очень-то и дорого получается, при том, что питание, при том, что столько развлечений для детей, и плюс еще и массаж, я не помню, сколько мы платили, по 400 злотых, наверное, с человека, но это три дня и очень вкусный завтрак, обед, и детям есть, что покушать. Массаж 25 минут, ну, такой, у меня ничего не болит, слава богу, я хорошо расслабилась, и бассейн здесь на территории, и чаны тоже видела, чаны пока что, по-моему, не включают, потому что не настолько холодно, нам повезло с погодой, солнечно и плюс 20 градусов, ну, чего еще можно желать в конце октября, скажите мне. Так, все, я побежала, потому что ехать нам где-то полтора часа до Кракова, если не будет пробок, и у нас впереди еще два выходных, ну, тут польский праздник, день всех святых, поминальный день, и 31-ое число тоже такое полувыходное, хотя школа у нас работает, а государственная школа закрыта. Просто в нашей школе, получается, тоже будет праздник, там маскараду, все дела, дети хотят пойти, но, возможно, я проведу с ними следующие два дня. Мне не хватало такой поездки, с одной стороны и с детьми, да, а с другой, и я наобщалась прям вдоволь. У меня даже не было сомнений, ехать или нет, как только приложили, говорю, мы точно едем. Все, пошла, пошла я искать своих детей, территория большая, и очень часто я нахожусь в поиске малых, но они никогда не выходят за территорию, и всегда здесь где-то рядом есть чьи-то родители, которые знают, что все мы здесь вместе как бы и присматривают друг за другом. Вот здесь такое место для детей помладше, но самое интересное наверху. Боулинг, наверное, сейчас будут убираться, когда мы выйдем. Несколько столов для настольного футбола, там еще что-то. Вот такая штука. Также настольный теннис, а вот там зал с большим экраном, они смотрели какой-то мультик, и у них даже был попкорн. Вот еще, знаете, чего я не могу найти? Где-то был бассейн с шариками. Территория большая, я даже все не обошла. Ах, вот, дети меня провели. Просто в этой части я еще не успела побывать. Я видела, что даже взрослые съезжали, так что веселились все как могли. Есть детские книги, какие-то настольные игры. Думаю, что даже если приехать сюда надольше, то скучать не придется. Вот здесь открытая часть бассейна. Вижу, что дакузи закрыта, но вчера здесь тоже люди отдыхали. Бассейн находится внутри, там небольшая горка для детей, и вот один из чанов. Я их здесь видела несколько, если я не ошибаюсь. А вот там площадка побольше. Так, а это по-польски называется Тэншня. Есть даже целые курорты, где большие вот такие штуки. И зачастую сюда приезжают все, у кого проблемы с дыхательными путями, там с астмой, даже с иммунитетом. В общем, в чем суть? Я не знаю, как это по-русски или на любом другом языке. Даже на английском без понятия. Как-то никогда не сталкивалась. В общем, здесь течет специальная вода. Она насыщена разными элементами. И когда она вот так вот стекает, то образуется испарение. Но благотворно влияет на дыхательную систему. И вообще говорят, что это полезно всем. Иногда эти Тэншни... Посмотрю перевод, напишу вам на экране большие. Вокруг книг прям ходят часами. А здесь вот есть лавочки. Можно присесть, читать книгу и при этом оздоравливаться. И такое у меня иногда случается. Во-первых, я вчера снимала рилсы. Время съемок наступает какой-то косметический армагеддон. А потом я быстро собиралась утром. И тоже бросила все так, как есть. Сегодня я решила навести с вами здесь порядок. Убрать лишнее, то, чем не пользуюсь. Протереть какие-то баночки, которые испачкались. И заодно покажу вам несколько новинок. И то, собственно говоря, что у меня в ежедневном использовании. Мне очень не нравятся вот эти упаковки, в которых продаются всякие ватные диски, ватные палочки. Я его только что распотрошила. И собираюсь переложить ватные диски и вот эти штучки в прозрачный контейнер, который я нашла у себя. У меня где-то есть специальные для ватных дисков. Но они в ванной комнате. Не буду их переносить. Там они мне тоже нужны. Ну и новое покупать не стану, раз у меня есть такое. Правда, вот эти прозрачные, они мне нравятся больше всего, только они со временем немножко затираются и как будто царапаются. У меня здесь есть несколько таких раритетов, которые уже даже не продаются. Но тени не портятся, поэтому я до сих пор пользуюсь. Это та палетка, от которой я никогда не избавлюсь. Это Tom Ford Coco Mirage. У них есть сейчас другая, там с черным цветом. Но вот это моя идеальная гамма. Вообще качество у них, ну, выше всех похвал. Так что она всегда у меня под рукой, если что. Мицеллярка у меня Evaline. Мне обычно нравятся их мицеллярные воды, поэтому покупаю, когда заканчивается какая-то бутылка. Скопилось целых пять тушей. Но не всеми я пользуюсь. Вот этой пользовалась мама, когда была у меня. Это одна из моих любимых из люксового сегмента. Benefit Roller Lash. Все они с силиконовыми щеточками. Вот эта Evaline Sexy Eye сделает слишком большие ресницы. Иногда только на вечер. Вот эта новинка Varite мне не очень подошла, потому что здесь изогнутая такая щеточка. Видите? Она не подходит моей форме глаза. Но реснички с ней аккуратные. Как все туши Evaline, она хорошо себя ведет. Вот это супер, девочки, настолько супер, что я купила себе новую такую же эту. Выбрасываю. И поэза роскошная тушь, она очень долго служит. Я не ожидала. Я думала, что она уже капут, но нет. Пусть еще побудет. Здесь у меня лежат кремовые тени. Это я вам показывала Maybelline. Такой тауповый оттенок. Это моя новинка. Armani Eyes to Kill. Я была на макияже у бренда. Мне очень понравились вот эти сияющие, слегка розоватые. Они как спарклы и даже кремовыми нельзя назвать. Как будто прессованный пигмент. Матовые кремовые тени от Givenchy в оттенке 2. Холодный розовый. У меня были бюджетные аналоги от Luxe Visage, но остались только эти. Это номер 2. Всегда под рукой что-то для увлажнения губ. Ну, такое нейтральное. Так получилось, что это Everlane. А вот еще Rimmel. Закончилась любимая база под тени. Ну, как будто здесь что-то есть, но нет. Это Etude House. Поэтому беру новую. Могу спокойно открыть. Это Debalm. Вот. Здесь у меня всевозможные карандаши для губ и для глаз. Был у меня такой летний оттенок консилера под глаза от Laura Mercier. Я заказывала его в Америке. Когда-то бренд был на Herbie. Он мне очень нравился. Взяла в нашем Douglas'е. Это как будто что-то совершенно другое. Может, его перевыпустили, только в более светлом оттенке. Под глаза он не годится. Для маскировки несовершенств. И мой оттенок на сейчас 1W. Этот, конечно, был классный, но слишком темный. Убираю. То же самое с MAC. Этот уже слишком старый. Его нужно выбросить. Это почти пустое, но тоже out. Под глаза на каждый день у меня несменно Eveline. Но сейчас, в последнее время, я переключилась на вот этот. Он самый легкий. Это Paezo. У меня оттенок 3. И он подходит для возрастной кожи, для молодой и для тех, кому не нужно супер сильно перекрывать синячки. У меня они есть, но я не хочу делать шпаклевку. Поэтому предпочитаю что-то такое, немножко осветляющее, отражающее свет и дающее увлажнение. Мне этого вполне достаточно. Как-то с возрастом я убираю все легче и легче покрытие. И два вот этих, если хочется макияж чуть-чуть поплотнее, но все равно это тоже такое универсальное и с увлажняющими свойствами. Вот этот очень красиво отражает свет, так что тени под глазами окажутся еще меньше. Но это вот видите концовка. Это Armani Luminous. И такой универсальный, какие-то несовершенства можно маскировать. Это тоже на дне. Lancome. И когда есть что скрывать на лице, такое бывает частенько. Пупа. Я не знаю, раза 4, наверное, его уже покупала. И получается, что теперь и этот. Потому что под глаза он не сушит и вообще как-то забывается морщинки. Я не понимаю, что происходит. Гель для бровей. Самый последний, который у меня был. Оттеночный уже все, закончился. То, чем я пользуюсь сейчас чаще всего. Art Deco и Eveline. Но планирую купить Benefit, потому что он фиксирует еще сильнее. Если научиться пользоваться Eveline, то он способен сделать эффект ламинирования. Когда он закончится, то куплю Benefit. Два маркера, без которых я себе не представляю свой макияж для бровей. Это тоже Eveline в самом светлом оттенке. Я вам клянусь, что здесь нет никакой рекламы. Это то, чем я реально пользуюсь. И карандаш для бровей в самом светлом оттенке. Он еще и со щеточкой. Они в очень хороших цветах. И у них действительно крутая формула. Если же мне супер лень и нужно быстро оформить брови, то я беру вот эти тени от MAC. Тени для бровей. Оттенок Fling. Самый светлый, но красивый для блондинок. Заканчиваю карандаш по Эза для бровей. Много раз его хвалила. Это какой-то Honey Blonde. Но у меня уже есть новый. Пудра Raz и пудра под глаза Hean. Но ее нужно прямо в микроколичестве наносить, чтобы она не давала белого такого оттенка. Наташа Динона у меня здесь ради нескольких интересных оттенков. Ну и плюс базовые. Это Mini Star. Хайлайтер Becca, которая сейчас принадлежит Smashbox. Это C-Pop. У меня миниатюра, я всегда наношу ее только в уголок глаза. Как-то редко пользуюсь такими классическими хайлайтерами. Только одним. Хочется чего-то персикового. Вот эти буржуа в номере 16. То, что надо. Бронзер от К3 составляю, потому что я им пользуюсь. А вот Dior убираю. Как-то он мне немного надоел. И он сейчас слишком рыжий на мне. Поэтому оставлю до весны. И пудру тоже отложу в сторону. Потому что это вообще две пудры как бы, да? Просто темная и светлая. Они невесомые, но не знаю, не пользуюсь ими в последнее время. Это у меня контейнер с сияшками. Тут все старое. Уже все повытирала. Пудра, пудра. А, еще Hourglass. Конечно же. Палеточка Хэн, конечно же, остается. Палетка от Charlotte Tilbury. Эта лимитка, она супер затертая. Но мне она очень нравится. Особенно вот эти три оттенка. Черным пользуюсь редко. Я думаю, что в этом году, ближе к праздникам, я куплю себе еще одну какую-то. Пока что не выбрала какую. Вот еще палетка Пупа. Базовая Шарлотта. Вот эту штуку от Charlotte Tilbury я любила. Но она протухла. Она фу, воняет. К сожалению, придется выбросить. Но я использовала почти половину. Это вообще мое царство на каждый день. Или на тогда, когда я хочу накраситься. И чтобы я была уверена в результате. Но у меня косметики все-таки чуть больше. Но еще есть коробка того, что я тестирую. Вот когда я крашусь для себя. Вообще, на любой случай жизни. Это два беспроигрышных варианта. Если нужно поплотнее покрытие, то Паэза. Все-таки сейчас мне очень хорошо подходит 0.1 оттенок. Улажняющая база Armani. У меня с прошлого года. Она действительно именно в холодное время года. Это вот такая. К сожалению, почти закончилась. Это закончилась. Это база Heimish. Сияющая. С SPF 50. Нужно ее допользовать. Здесь буквально чуть-чуть. Я покупаю на iHerb. Это нужно убрать. И покупала, господи, еще на свой день рождения. Прошлый. Легкая тонирующая основа от Armani. В четвертом... Нет. В третьем номере мне сейчас темновато. Этой базой... Она неплохая. Мне она даже больше нравится, чем классическая. Но я ее не пользуюсь. Я предпочитаю такие блюрищие эти пудры. Тон Sensai. Тоже концовка. Нужно допользовать. Хороший. Тон от Chanel я все-таки не полюбила. Так же, как предыдущую версию. Но так, миксую с чем-то другим. И матирующие салфетки нужно в какую-то сумочку закинуть. Не знаю, зачем они здесь. Это увлажнялки поверх макияжа. Они как бы соединяют все в один слой. Тон, пудры и так далее. Я это тоже покупала на свой прошлый день рождения. По-моему, даже уже не продается это Armani. Но незаменимый фикс плюс и равных ему нет. Считаю, что он действительно один из самых крутых. На самом деле, уже следующий день. Просто я как-то копошилась до позднего вечера. И сегодня вот купила еще себе цветы. Да, у нас практически зима. У меня тюльпаны. Причем они очень красивые. Такие типа как ажурные. Полные. И скоро они расцветут. Будут меня радовать. Здесь мы с вами уже подробно все рассмотрели. А на самом туалетном столике я сначала все разгрузила. А потом заново загрузила. Хотя для меня это уже и так посвободнее. Некуда мне поставить вот эти ватные диски, ватные палочки. Поэтому я их пристроила просто справа. А еще у меня здесь находятся помады. Или которыми я часто пользуюсь. Или те, которыми мне хотелось бы чаще пользоваться. Потому что они лежат без внимания. И боюсь, что они испортятся. А это у меня шкатулка, в которую я решила переместить палетки для глаз на каждый день. По той причине, что они занимают много места. И, короче, маловато вот этот туалетный столик, если у вас много косметики. И тем более я не каждый день пользуюсь тенями. Так что по настроению можно будет открыть и достать что-то для макияжа глаз. Такие пироги, девочки. Надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. А мы с вами встречаемся совсем скоро. Пока-пока.